Продолжим тему с врачом-токсикологом Исмаилом Эфендиевым. Он находится на прямой связи со студией CBC. Исмаил Мэнэм, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Лихман. Исмаил Мэнэм, что хотелось у вас спросить. Сейчас активно продолжается процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Одной из причин, по которой люди иногда не очень охотно вакцинируются, является информация о каких-то побочных эффектах, например, вакцин. Вот что бы вы могли сказать все-таки после вакцинации? И у меня, например, не было после первой дозы никаких побочных эффектов. Но вот ваше мнение, я думаю, будет более, так сказать, значимо. Я думаю, что и после второй дозы у вас ничего не будет. Мы не должны изобретать велосипед и не должны верить теорию заговора. Перед нашими глазами есть примеры таких стран, как Израиль, Великобритания, где в результате того, что большое количество, более 50% населения Израиля уже получило вторую дозу вакцины, и государство открывается, общество открывается. Я думаю, каждый из нас хочет вернуться к привычной жизни. Жить, гулять, общаться с близкими, собираться в каких-то общественных местах, в кинотеатрах, театрах и так далее. Единственный и короткий путь к данной цели – это вакцинация. Поэтому, если ваша возрастная или социальная группа подлежит в настоящее время вакцинации, откладывать данные нельзя и необходимо вакцинироваться. Ну что ж, я надеюсь, наши телезрители вас услышат. А вот о вакцинах. У нас вакцинация началась препаратом от компании Синоваку. Называется Коронавак вакцина. А совсем недавно в страну поступила партия вакзеврии, бывшей астрозеники, и спутника ВИ, центра Гамалеи России. Вот эти же три вакцины, две из них, я как понимаю, похожи друг на друга. То есть вакзеврия и спутник – это векторные вакцины на основе аденовируса, а Коронавак – инактивированная вакцина. Есть ли какая-то разница в эффективности вообще? Можно ли говорить сейчас о том, насколько они изучены, и изучим процент эффективности этих вакцин? К сожалению, разные данные есть по этим вакцинам, да, но в любом случае мы видим результат. Мы видим, что неважно, как получена эта вакцина. Это путем инактивации этого вируса или путем внедрения определенного швового белка в вектор, то есть в вирус аденовирус, вакцина вызывает иммунный ответ. Стойкий иммунный ответ, который позволяет нам или полностью уберечься от болезни, или же перенести ее в легкой форме без осложнений. Поэтому давайте оставим вопрос, как действуют эти вакцины. Вакцины действуют одинаково. Конечный результат – это получать иммунитет от заболевания. Поэтому, я думаю, будет выбор. Через несколько недель ожидается также поступление матричной вакцины производства Pfizer-BioNTech. Это тоже будет опция. То есть, если возрастная группа старше 60 лет, и рекомендовано провести вакцинацию векторной вакцины, будь то в спутник ВИ или в Акзеве, делать надо без сомнений. Потому что даже те минимальные побочные неблагоприятный эффект в случае на миллионы, и здесь пользы от вакцины без сомнения больше. Что касается инактивированной вакцины китайского производства, мы видим, как успешно идет вакцинация, и мы видим, что число заражений начало снижаться. И уверяю вас, когда у нас достигнет определенный эпидемиологический порог вакцинированных, так же и в других странах, так же, как в Израиле, так же и в Великобритании, мы начнем возвращаться к нормальной жизни. Измайл Майлим, ну вот есть такие данные. Некоторые люди уже после получения второй дозы вакцины, они через некоторое время резко пошли проверяться на антитела, на иммуноглобулины. И не у всех, но определенные части эти антитела, они или выработались в недостаточном количестве, или выработались не так, как они этого ожидали, скажем так. Ну, это о чем говорит? Все равно вакцина предохраняет? Это очень хороший вопрос. Понимаете, иммунная система состоит не только из гуморального иммунитета, те самые иммуноглобулины, это маленькая часть того иммунитета, который у нас есть. Есть определенное количество людей, у которых нет предположенных иммуноглобулинов, но они не заболели даже путем, даже если они находились в контакте. То есть большая часть иммунной системы – это клеточный иммунитет. И здесь надо рассчитывать не только на гумораль, не только на иммуноглобулины, но в том числе и на ответ нашего клеточного иммунитета. Иммуноглобулин М, иммуноглобулин G и так далее, то есть это все свидетельствует только косвенно. Здесь нельзя говорить, что если у вас недостаточное количество титра иммуноглобулина G, ну, здесь какая-то опасность. Да, если проведена вакцинация, у вас постепенно выработается. То есть, возможно, это после не первой дозы, после второй дозы. Здесь необходимо соблюдать, во-первых, правильный промежуток времени между дозировками. Если это векторная вакцина, также она может быть двухкомпонентной, там разные два вируса. И, соответственно, здесь вакцинация, опять-таки, я повторяю, единственный способ. Другой способ – это болеть. Болеть – это значит, что, возможно, у вас заболевание происходит в тяжелой форме. Это может быть риск того, что вы попадете в реанимацию на аппарат из функции вентиляции легких, длительные будут осложнения после ковидной синдрома. Уверяю вас, это не самый лучший вариант. Поэтому здесь мы имеем примеры других стран, и здесь мы должны идти этим же самым путем. Исмайл, я благодарю вас за ваш комментарий и будем надеяться, что все будет хорошо и вакцинация будет проходить успешно. Спасибо вам, что вы были на связи с нашей студией. До свидания. Спасибо за приглашение. До свидания. Я напомню нашим телезрителям на прямой связи со студией CBC. Был врач-токсиколог Исмайл Эфендиев. Мы обсуждали вакцинацию и коронавирусную инфекцию.